2014 год проходит у интеллигентной читающей публики республики под знаком 200-летия великого украинского поэта Тараса Шевченко. Вечер, посвященный творчеству знаменитого Кобзаря, прошел сегодня в Национальной библиотеке Чуваши. В ком нет любви к стране родной, те сердцем нищие калеки. Эту цитату не случайно выбрали эпиграфом к вечеру творчества Тараса Григорьевича Шевченко. Среди многих-многих певцов украинской земли он выделяется своим трагическим пронзительным чувством. Человек с трудной судьбой, проживший всего 47 лет, из которого больше 30 он был не свободен, беден, гоним. Кстати, возвращаясь из 10-летней ссылки, Шевченко проплывал мимо Чебоксар и оставил в дневнике такую запись. Ничтожный, но картинный городок, если не больше, так по крайней мере наполовину будет в нем домов и церквей и все старинные московской архитектуры. Стихи Тараса Шевченко переведены на множество языков и, по мнению декана исторического факультета Харьковского педуниверситета Светланы Бережной, они в числе прочих интеллектуальных ценностей должны послужить укреплению дружбы между славянскими народами. Светлана Бережная со студентами приехали в Чебоксары, чтобы принять участие в Международном фестивале дружбы народов России и Украины, который посвящен 360-летию воссоединения двух держав и 200-летию Шевченко. В рамках фестиваля проходят и кокелевские чтения, и музыкальный вернисаж, и множество других событий, призванных еще раз напомнить. Культурное наследие у наших народов общее. Я уверена, что наши харьковские студенты, приехав сюда, на эту территорию влюбятся и поймут, что как минимум нам нечего делить, хотя мы ничего это и не делим, и не делили. Нам очень интересно пообщаться, побывать здесь. И мы планируем открыть летнюю школу для студентов Чувашского университета, чтобы они к нам приехали. У них очень мощная этнографическая, археологическая школа, что есть и у нас. И чтобы и там уже ребята пообщались на уровне вот как раз этих человеческих взаимоотношений, мы начали и продолжили устанавливать наши контакты.